Мы начинаем со слов «Тану Рабона». Как на прошлом уроке, мы закончили с тем, что был вопрос о том, что написано, что я умершлю и оживлю, и я нанесу ущерб и вылечу. То есть сделал damage и вылечу. Вопрос был о том, что когда происходит воскрешение из мертвых, то когда люди воскрешаются, они воскрешаются здоровыми, уже без горбов, как мы раньше читали, без каких-либо проблем, или они возрождаются с теми же физическими изъянами, которые у них были раньше. И мы сказали, что это две стадии, то есть сначала они воскрешаются такими же, как они были, так мы говорили, что люди воскрешаются такими же, как они были. То есть были в момент смерти? Ну, по жизни имеют в виду врожденный какой-то, то есть такой человек родился с тремя глазами. Да, но он со старостью схуже становился? Да, понятно. Вы же в какой-то момент времени выбираете? Да. Мы будем об этом говорить. Я рожусь таким же человеком. Да. И борода неровная. Но бороду неровную вылечит. Точно? Да, в конце вылечит. Окей? В конце концов. Да. Если я спецэдонали? Да. Это не джерси. Ко мне здесь есть сценарий, ты видишь? Препим. Окей, дальше. Итак, мы начинаем с Тан Рабона. Тан Рабона Ани Амит Вахье, что я умышлю и воскрешу. Что может быть, что один умрет, а другой воскреснет. Что имеется в виду? Что сегодня как устроен мир? Один человек умирает, а не значит, что тот же человек рождается. Даже если мы говорим о реинкарнации, что есть реинкарнация душ. Но это не значит, что человек рождается тем же самым человеком, который он был раньше. Даже если он рождается, он рождается в другом теле. Да, Гемора говорит, поточнее, спрашивает вопрос. Он там еще друг Гемора. Гемора спрашивает вопрос о том, что сегодня мир работает так, что один человек умирает, а другой рождается. Кто сказал, когда на авторе говорится, что я умиршлю и воскрешу, может быть, что-то имеется в виду точно так же, как сегодня один рождается, а другой умирает. Другой рождается. Гемора отвечает, что я тот, который причиняю ущерб. То есть, если человек рождается с недугом или почему-то посылается недуг, то я же и вылечиваю человека. Кстати, это связано с сегодняшним месяцем, месяцем яр, как-то связано с излечением с месяцем яр. Но иногда умереть это вылечится. Можно покупать мясо, пока я не забыл. Яр, само название месяца не яр, аббревиатура, выражение история, а не шемру феха. Я всевышный излечающий. То есть, это месяц, который наиболее способствующий увеличению с недугами. Что это такое? Сейчасный. Сейчасный? Сейчасный месяц, который сегодня начинается. Так же, как Всевышний, то Он тот, который посылает недуг человека. И Он же того же самого человека вылечивает. Мама хецета руфа байхаат как и недуг и вылечивание у одного и того же человека. А в метавы хаим байхаат точно так же смерть и воскрешение тоже в одном и том же человеке. То есть, вопрос, который мы задали, что может быть это выражение истории, в котором говорится о том, что я умершлю и воскрешу. Имеется ввиду, что порядок жизни, порядок мира, который есть сегодня, что один человек умирает, другой рождается. Так растет человечество. Не считает человечество, скажем так. Но мы доказываем, что нет. Точно так же, как в том же самом предложении, как рядом сказано, что я посылаю недуг и вылечиваю, как идет речь об одном человеке. Точно так же смерть и воскрешение тоже идет об одном человеке. Отсюда можно найти ответ для тех, которые говорят, что нет воскрешения из мертвых, не упоминается в Торе, как мы говорили. Все помнят, что Апикоросом называется тот человек, не Апикоросом, sorry, человек, которого нет уделов в грядущем мире, тот, который не воскрешается из мертвых, тот говорит, что нет, не будет воскрешения из мертвых и что нету в Торе, нигде об этом не упоминается. Таня, да, учили наши мудрецы. Амар Абимейр, сказал Абимейр. Откуда мы знаем, что есть воскрешение из мертвых историй? Как написано, как сказано. Да, все знают, мне нужен Танах для того, чтобы перевести эту фразу, все знают эту фразу. Откуда это, ну? А не нужно, такие фразы нужно без перевода. Подожди, Азия, это Красное море? Да, то, что мы читаем в молитве каждый день. Да, amazing. Что и тогда будет петь Мошер Абейну, еврейский народ, эту песню Всевышнего. Шаар, лон и ма. Написано, что тогда пел, ведь это описывается события, которые были в Торе, а написано Яшир. Да? Эле и Яшир, но написано Яшир, будет петь в будущем времени. Так? Микан Лет Ядмитрия Натураль. Отсюда мы знаем, что будет воскрешение из мертвых историй. Да? То есть идет речь, когда написано в начале песни о рассечении Красного моря, которую мы читаем, о том, что будут петь Мошер Абейну и еврея эту песню, не имеется в виду той песни, которую они уже поют. А имеется в виду, что придет время, когда Моша и все евреи будут воскреснуть из мертвых и будут петь эту песню, хваливную песню Всевышнего. Таким же образом можно сказать и другую вещь. Тогда построит Яшуа жертвенник Всевышнего. Это уже из книги Яшуа цитата. Не сказано построил Яшуа. Еще одно доказательство. По тому же самому принципу отсюда тоже можно найти доказательство воскрешения из мертвых. Тогда мы спрашиваем. И тогда построит Шлома жертвенник Кхемошу. Кхмош это название идола, которое упоминается в книге Малахим. Идет еще Малахим, если не ошибаюсь. Да, Малахим Алиб. Неприязнь Мавитянская. О чем идет история? Все знают, что Шлома, у него было много жены в конце своей жизни. Они при нем начали заниматься главопоклонством. Он был большим демократом. Он говорил, ладно, чем бы дитя не тешить, лишь бы невешенность. Шлом. Царь Соломон. Сам он не занимался этим. Но женщины, которые его жены в его гаремии, он их не останавливал. Так. Ахинами Дейвну. Тоже написано, что он построил. Да, не написано, что он построил. Написано, что он построил. Мы говорим, что Тора пишет о нем, как будто бы он построил. Что? Мы знаем, что он сам не строил. Но таким образом построена языковая форма этого предложения, что в будущее время Тора как бы обвиняет его, что он как будто бы строит эти жертвы. Они сказали, что он сам как бы в этом участие не принимал. Но его же он несет ответственность за своих жен. И поэтому Тора о нем говорится, как будто бы он сам строит. А не идет речь о том, что он построит, что когда придет Машех, Шломон будет строить жертвенники для идолов. И об этом идет речь. Амар Раби Ашо Бен Леви сказал Раби Ашо Сын Леви. Минай нитхиата митим мина Тора. Откуда мы знали, что есть воскрешение из мертвых в Торе. Мы помним, что мы начали эту Мишну обсуждать различные доказательства, откуда есть доказательства, что есть воскрешение из мертвых в Торе. Потом мы ушли в различные споры между нашими мудрецами и представителями внешних организаций. Цезарей, Клеопатрой и так далее. И сейчас мы вернулись к той же самой теме. Так что как учат Раби Ашо Бен Леви? В Шене Марк, как написано, как сказано. Ашрея шве бетеха уйдалу хасела. Все эту фразу точно знают, да? Ашрея шве бетеха уйдалу хасела. Саша просто приходит на молитву, когда мы эту часть уже прошли. Правда, ее перед Муставом тоже читает. Ашрея, то, что мы говорим, Ашрея, то, что мы говорим, три... Ашрея шве бетеха уйдалу хасела, да? Ну, там Ашре первые два предложения, а не 144-го. Ашре какая 144-го? А потом идет... А все останавливаются. Да. Что написано, Счастливый, находящийся в храме в твоем, Еще будет петь и нехвалебную песню тебе. Илуха лонэймар, что хвалили тебя не сказано. Элэ егалэлуха, что будут петь тебе хвалебную песню. Миканет хиатамитимми атуа. Отсюда мы знаем, что есть воскрешение из мертвых в Торе. Да, то есть мы идем, просто перебираем все цитаты истории, которые идут по тому же принципу, где идет речь о каком-то хвальбе Всевышнего или что-то, что мы сделаем во имя Всевышнего в будущем времени. Все, кто говорят песню в этом мире, имеется в виду, восхваляют Всевышнего в этом мире, точно так же будут восхвалять Всевышнего и в грядущем мире. Как сказано, То есть те, кто такие, которые находящиеся в храме твоем, в доме твоем, что такое синагога, то есть там, где молятся и имеется в виду, поют хвальбу Всевышнего. То есть если ты сейчас молишься, то те, которые сейчас сидят в доме Всевышнего и восхваляют Всевышнего, они в будущем тоже будут восхвалять Всевышнего. Откуда они находят доказательства воскрешения из мертвых истории? Шенеймар, кольцо фаих, несу, коль яхдав, яраныну. Да, давайте найдем в Танахе, попрактикуемся еще. Ишаяу, достал книжки сейчас. Ишаяу. Так, нам нужно, скоро я вас научу, как в самой Геморре находить, где написано, где находится эта цитата. Я пока что могу найти лист. Да, поэтому давайте поднимемся с этим, но у вас, у всех в Геморре написана эта цитата, где она находится. Находится в пророке Ишаяу, феррак нунбет, посук хет. Да, смотри, нунбет. Нунбет? Нунбет. Нунбет это сколько? Пятьдесят два. Пятьдесят два. Пятьдесят два. Пятьдесят два, посук хет. Так, хет. Нунгимон назад чуть-чуть. Нунбет. Стоп. Я уже даже вижу саму цитату. Какая красивая цитата. Восемь, восемь. Солдай, командир, слышишь, Солдай, выжас, Солдай, выжас, Солдай, выжас, Солдай, выжас, Солдай, выжас, Солдай, выжас. Окей, давай теперь на русском. кольцов а их носу коллег до франу киаин байни рубашу пашем цио дамы это кстати эту цитату говорили они их таня да что голос смотрящих на тебя вознесется и голос в единстве голос восхвалить себя игла и очами своими будешь ты увидишь возвращение всевышнего все на то есть очевидно и голос вознесется отсюда раби хиа и рабе он учат что будет воскрешение из мертвых учатся будут женщины мертвых историй рин и ну лон и ман написано восхваляли тебя давить уже все было божественное присутствие в храме на элла ираны ну восхва восхвалят воспоют тебя не кандат я там эти минуту ратино мы знаем что есть воскрешение из мертвых вторе окей так мы закончили этот сэш и начинаю новый кейс не есть ну да наверно это сокращенно да ирми райд 1 2 3 4 5 . снизу третье слово с конца дальше и мы опять но еще раз приводим слова раби хи и раби охрана так как мы их уже упомянули амара бихия бараба амара биха скалороби хиа скалороби охрана отидин коляна бим кулам умрим шла бы куча рабы колеха в будущем все пророки вместе будут говорить холебно печься высшнему в одним голосом вот такой унисон шинэй марк кольца файк несу кольных дав и равно как написано что голос видящих тебя вознесется игол и общий голос восхвалить тебя то есть идет речь порога кстати марша если не соль цена планах объясняет о том что когда будет храм то все не время то есть храм это будет как этот самый читальный зал то есть там все евреи будут говорить стихами то есть постоянно евреи будут имени храм и все вместе будет там читать стихи во имя всевышнего как царь давид да ну мы даже а жертвы будем говорить стихах ананасы шампанском тогда не евреи будем дальше амара бьюда амара бьюда скалара коль амуне здесь очень важный закон коль амуне а аллаха мипиталми тот который не дает возможность ученику выучить какую-то тору какую-то аллаху киилу гозломы нахалата вутав да как будто бы он забирает у него наследие его процессе на и мартура цивала мощи марша киллос яков так как написано что тора заповедовал на муше наследие общины якова то что имеется ввиду не имеется ввиду что ты не разрешаешь кому-то учить тор это совершенно другое а имеется ввиду что есть самом деле опять же марша дает ему потрясающее объяснение которое нужно показать всем современным учителям в американских школах не только в американских он говорит что там он приводит пример что рафпрудия у него был ученик который плохо плохо понимал слов так он да так когда уже весь его класс все уже выучили то он с этим учеником повторял 400 раз одну и ту же тору для того что потому что напили потому что говорит рабиуда что тот который не дает возможность своему ученику выучить какую-то тору то он как будто забирает у него наследие его про отцов а то есть сегодня в школах когда он там ребенка идите да и диди или там у него там слоу там что и так далее мы жалуемся него родитель говорит мы не можем там учить такого ребенка до забирать его диму что это значит что ты забираешь мне возможность учиться и в принципе это относится ко всем вещам когда учитель забирает возможность учиться у своего ученика да то есть не преподает что вы тратите время в классе и так далее и так далее тогда то есть идет речь я тоже на первый взгляд нужно сказать когда я преподаю в классе может сказать что я трачу время да почему потому что я в понедельник всегда начинаю класс того что у нас есть выкин ток каждый рассказывает это о том как он провел свой вики да но я знаю что в понедельник они вообще не приблизительно приблизительно так оно и происходит что в понедельник и у них невменяемое состояние поэтому рабе акива начинал свои уроки с анекдотов я им даю рассказать ну рэбе тоже всегда часто я даю поговорить я знаю что с ними происходит во вторых они чуть расслабились туда можно заниматься дальше мураша и ликоль израэль не шешите мебельжит что это наследие сумму грейскому народу от со времени со времени творения мира да почему говорится время творения мира по идее что по идее ведь мы сказали что он забирает такой учитель забирает наследие их прорцов ведь на во время творения мира прорцов не было но так как творение мира это начало всего тора называется рэш из хохма до начала мудрости до которая произошла мы знаем что тора была написана счет доброй щас до грею тоже называется решит масса до начала и будет творение начало поэтому мы как бы получаем это наследие возможность воспринимать тору еще до творениями и так написано на израилу вашего что евреи появились мысли всевышнего до еще как это и такового творения то есть если если мы не даем возможности своему ученику изучать тору отвлекаемого или считаем что это не для него что он недостаточно интеллектуально развитый то мы прерываем его связь не просто с прорцами вообще с как бы створение мира самом начале со всевышнего так дальше арава амар есть почти перед почти перевернули почти амаров хана барбизна амара бешиман хасида сказал рабхана сэн бизна и сказал бешиман хаси кола муне аллаха мипиа талмид тот который дает возможность ученику выучить какую-то логу какую-то туру а филу у барин шиби мэй имо микололи муту да даже если это что что даже если идет речь о ребенке утробе матери то что даже на таком как бы имеется ввиду до того когда же ребенка родился ты не даешь ему возможность выучить какую-то тору узнаешь ребенка утробе матери сидит и учи тору там и так далее как например не кормить свою жену предположим еврейским хлебом а говорится из того что беременная женщина которая есть еврейский хлеб и еврейское молоко то ее дети набираются тору на боязнь и набираются боязнь перед всевышним и паспорно холлы соль это вера паспорно боязнь так да что до что такого человека проклинают шинэймар как написано муне а бар и кибуле ум ну давайте посмотрим танахи мы смотрим мишлей мишлей это в самом конце вот даже у нас на русском даже есть мишлей будет мишлей юдалев 11 юдалев дальше дальше мишлей паспорно кавава 26 приложение мишлей юдалев 11 и паспорно кавава 26 приложение Я тебе? Я тебе? Мне. Мне и квеол не ум, мы браках, ла рожьм шбир. Посок кава, дать из этого предложения. Хихохолцбек, да? Хиху. Да, да. Хиху. Привод на китайский. Хиху. Наверху. Окей. Все-все-все. Монеабар иквоолеом вебраха ла рожьм шбир. Тот, который приостанавливает скажем так, тот, который не дает как холцбек, да, то есть Моне приостанавливает изобилие, как они переводят там. да, да. Саш, нашел? А, Мишлетия, нужно юдалев. Одиннадцатая глава. Дальше, дальше, это ты предложение смотришь. Одиннадцатая глава. И посок кава, 26-ое предложение. Так, he who holds back corn. А, не только корм. Окей. Тот, который держит, тут имеется в виду, конечно, не корм, а просто корм, я бы сказал. Да. Что тот, который не дает корма народу, проклянет его народу, а дающий изобилие постигнет голову его благословения. Давай теперь, Саш, переведи на... Но народ должен его проклят. Будет проклят народу. Кто удерживает у тебя хлеб, того проклинает народ. Но благословение на теле... На теле. На теле раздающего. Раздающего, окей. Как мы отсюда учим, что тот, который не дает возможности учиться даже ребенку в утробе, то его проклинают из этого предложения. Эн леум эле убарин. Мы говорим, что леум, именно само слово леум, народ. Леуми. Знаете, такой банк есть? Израильский. Банк Леуми. Леуми – это народный банк. В зале вообще все очень просто. Есть банк Леуми, народный банк. Есть банк Апуалим, банк трудящихся. Пролетария – это банк капиталистов? К сожалению, пока нет. Так? Нельзя. Нельзя сто процентов. Кроме того, это государственные банки. Сейчас леуми, по-моему, распродают или уже часть продали. Да. Да. Нельзя это сказать. Деньги не давать. Что? Деньги же рост давать. Да. Так, что когда говорится слово леум, народ, идет речь о федусе, идет речь о эмбрионе. Откуда мы знаем, что нейма у леум и леум ямец. И народ от народа будет принимать… Кто знает эту фразу, откуда она идет? Это нужно знать. Такие фразы. У леум и леум ямец. И народ у народа будет воспринимать. Получать. Что же говорите? Почти. Это о Ривке сказано. Что когда у нее два народа были… Да. Два народа на земле. И что… То есть это сказано уже благословение Ицхака своим сыновьям, что когда он дал благословение своим сыновьям, сначала одному, потом другому, что они будут все время… Когда будет… Объясняется, что когда один будет взлетать, другой будет падать. То есть есть общая какая-то энергия, общий какой-то свет, который оба народа получают. И когда один получает много, другой падает. И наоборот. Да. То есть когда евреи up, они down. Когда мы down, они up. Окей. Да. Отсюда мы знаем, что идет речь о утробе, потому что написано, что они боролись в утробе своей матери. Идет речь о эмбрионах. Так. В эйн каво элла клала. А слово «каво», которое упоминается в Мишлей, оно происходит на самом деле от неких, от отверстий. Да. В данном контексте имеется в виду именно проклятие. Шенеймар, как сказано. Ма-эко-ло-кавоа-эль. Да. Давайте еще раз по нам смотреть. Ну. Ну. Быстенько. Вер. Тейлим. Саша, у тебя это тоже есть. Псалма. Второй Псалом. Двенадцатое предложение. Откуда мы знаем, что эйков, это делать отверстие, имеется в виду проклятие. Мы учимся из этого предложения. Тейлим. Второй Псалом. Двенадцатое предложение. Тейлим. Четыре. Нет. А подумать, если... Я почему это принес? Потому что подумать, если у тебя пол предложения, и не все ты помнишь Нуизус, по крайней мере я не помню Нуизус, попробуй с листа это все переводить. Саша, на русском, можешь прочесть? 12. Прошу прощения, это предложение, это следующее предложение вместо Элим. А этого предложения вообще есть «Бемидбар» из Торы. Так, да, ты ищи книгу «Бемидбар», я Саша дам на русский. Бемидбар, это где? «Бемидбар» это в Туре, Марат. «Бемидбар», «Кавгимл», 23-й пэрэк, «Пасук», «Хэт». «Кавгимл», 23-й пэрэк, «Хэт», 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 «Восьмой». «Хэй, как право-барак»? Вот, да. «Хэй, как право-барак»? «Хэй, как право-барак»? Балак, правильно, правильно. Это когда Балака просит проклясть еврейский народ, Как я могу проклясть того, которого Всевышний не хочет проклинать? Хорошо, Барак сказал, как я могу проклясть моего? Да, окей. Отсюда мы знаем, что слово «эков», отсюда мы знаем, что «эков», «эков», «некев» — это на самом деле отверстие. Мы знаем, что это имеется в виду проклятие. Так, теперь, откуда мы знаем, что идет речь о том, кто не дает возможность даже ребенку учить Тору? Дальше. А «бар хлеб» — это имеется в виду Тору. Целуйте хлеб, чтобы он не испортился. То есть имеется в виду, Тору нужно держать близко к себе. Отсюда мы знаем, что тот, который не дает Тору или хлеба, в данном случае хлеба или Торы, ребенку, то тот должен быть проклят. На твердилы похоже написано. Да, есть. Дальше. Ула Барышмойля говорит. Следующий. Ула Барышмойля говорит. Да, да. Ула Барышмойля. Это мой вот этот цитат из Туэли. его проклинают, как будто бы хоронят. Написано в одном месте, что проклянет его народ. Это цитата из Мишлей, которую мы прочли. Что проклянет народ. В другом месте вояков хор бедлато. И сделает отверстие в двери его. Что имеется в виду? Дуба Амар Абай, он говорит, что идет речь, что этот человек будет как ухла де кацерой. Ухла де кацерой, это не совсем есть перевод. Это как брызгалка для глажки. Или для стирки, точнее. Как говорит, если перевести с арамейского. Что имеется в виду, что тогда же не было утюгов. Одежду, которую нужно было погладить, то просто брызгали водой. И вывешивали. Понимаете, что мойка сразу в сушилку. Она туда выходит. Там, где... Да, и была просто такая, ну... Они вообще не себя надевают. Как лейка, лейка, вот. Лейка, которая брызгали. Или как, я, по-моему, моя мама делала, так набирала. Нет, дуршляк дуршляк дуршляк. Да. Но там... После этого утюг. Да. А там это без утюга просто брызгали водичкой на одежду, чтобы... И так же этот человек, который проклял, он весь дырявый имеется в виду. Чтобы обрять этот... Нет, так что это водичка на одежду. Ну, чтобы выпрямлялась, да. Но вывешивали потом, и она от тяжести. Выпрямлялась. Да, не солнышко. Еще мокрым повески. Да. Я люблю мокрые, когда сушилку. В смысле... Влади. Дальше. Давайте закончим. Это вот два... Дальше. Большое. Начинается. Дальше. Вым лимдо масхаро. А если это тот, который учит ребенка Тори, да, то есть не только... А терпеливо относится к тому, что он учит любого, даже который не понимает. Да. Амар Рава. Говорит Рава. Амар Равшешет. Сказал Равшешет. Получает благословение, как получил Юсеф. Как написано. Как мы привели статую из Мишлей. И благословение на голову, на чело. Чело. На голову дающего. Да. Теперь, почему же, какое отношение имеет к Юсефу. Бэйн Машбир эле Юсеф. Что тот, кто дающий, кто раздает урожай, это Юсеф. Да. Как написано. Ченей Мар, как сказано. В Юсефу ошалит аля рцау Машбир леколь амгарец. Да. Что Юсеф, он правитель этой страны, то бишь Египта. И он дает пропитание всему народу земли. Да. По отношению к нему тоже упоминается слово Машбир. Поэтому мы говорим, что тот, который... Да, учит. Мы говорим, что тот, который не дает хлеб, то есть не дает Тору, его проклятие в нем делает дырку, он становится как решеток. Да. А тот, который да, дает пропитание то бишь Тору и с терпением относится к каждому, то ему он получает благословение как Юсеф, чтобы Юсеф это тот, который именно дает Тору. Ну, немало будет благословен как Юсеф. Все, кто преподают, учат людей Тори в этом мире. И когда придет Машех или, по другому мнению, в Ганейдане, то он тоже будет заниматься тем, чтобы преподавать Тору. Шенеймар в Морве гамгу юре. Цитата из Мишлей. Будем смотреть? Да. Окей. Юдалев, Кавгей, Мишлей, Мишлей, мы уже смотрели на Мишлей. Но это уже другая цитата. Мишлей большая книжка, там есть много предложений. Мишлей, до или после течения? После. Мишлей, что? Мишлей, что ли? Мишлей, Юдалев, 11, Кавгей, 25. Есть. Есть. Ахаль? Да, да. Чао. Анксайд, анксайд в мэнс хард, деджекты. Но это не хорошо, Владимир. Но. Вменьш. 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 Кавгей. Кавгей. Вменьш. Накисайте. Вот. Я... Нет. Право перед предыдущей расслабленной. Да, перед последней строчкой. Да, Габалев Иш и Шахэна. Двард Овишменю Шахэна. Почему Кавгей? Я тут. Юдалев Кавгей. И у restiler есть запят. Да, но тут него нету. Конечно, просто брошу есть. То есть... но это не тот статус, который у вас здесь в Геоне Громче Саши еще раз еще раз прощи Душа благодетельная потучнее и кто питает, тот и будет питать Море – это учитель тот, который питается, он будет продолжать учить и питать даже в будущем, когда придет машина Я не вижу А? Какой экспириенс Дальше Амар Рава, сказал Рава Откуда мы знаем, что есть воскрешение воскрешение мертвых историй Шенеймар, как сказано Яхиру вен вальямут Да, что будет жить Рувен будет жить и не умрет Так, будем смотреть Дворим Ламед Гиммал Вав Ламед Гиммал Вав Дворим Дворим, если кто не знает, это последняя книга Ламед Гиммал Еще, еще Ламед Гиммал Вав Ламед Гиммал это 33 Вот, вот, вот Это уже Дворим Дальше, дальше Это благословение, я сам скажу Это Зойса Броха, насколько я помню Благословение Вав Да, 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 да Ламед Гиммал 33,6 253 Есть, Саша? 8 23,6 253 23,12 Ну, хорошо, значит, и дальше То есть, назад Что больше? 12 Или 6? Вот, у тебя 6 7 Лучше Рубен жить И не умирать, и не умирать его И не умирать его И преумножится его Потомство, которое мы вообще не знаем, где оно сейчас Когда Рубен нет Так? Понятно, дальше Что будет он жить в этом мире Да И не умрет В грядущем мире Так? Равина говорит, что можно из другого места Выучить воскрешение из мертвых Второе Это цитата из Даниэля Даниэль, Даниэль, Даниэль Ну ладно, давайте переведем Я переведу Да, что Равина учит это из Даниэля Где он говорит, что и Множество из тех, которые спят в земле в пыли Проснутся На жизнь вечную И И будет у них жилище И жилище их будет вечно Да, то есть отсюда он тоже учит И справка Даниэля о том, что будет воскрешение из мертвых Раваши амар мяха Раваши говорится из другого места Вата лэх лакец вэтанох вэтанох вэтамот лагора лэха лакец эмим Да, а ты иди к концу своему Да, это цитата тоже из Даниэля Да, а ты иди к концу своему и будешь почивать и восстанешь в судьбе своей до конца, до окончания дней Ну, то есть отсюда Обратите внимание, что последние Три доказательства воскрешения из мертвых Приводятся не от игры с формами слова А приводятся из прямых предложений Которые говорится о будущем О реальном воскрешении из мертвых Окей, давайте на этом закончим Дальше будем говорить о филантропах Спасибо за просмотр!